О, это соломинка, которая переломит спину верблюду. Ну что, собираемся на фазенту. Друзья наши, мы не делаем контент о тяжелой жизни в деревне, о пахоте какой-то. Просто все, как оно у нас происходит. Кому интересно, можете критиковать. Мы не работяшки. Скажи, Ника, мы не работяшки. Мы лентяшки. Вот, поэтому снимаем все, что под руки попадется. Какого-то плана наполеоновского каждый день мы не составляем. Планерки не делаем. Ну вот, что делаю, что еще вижу, то и пою. Это на дутаре, как он называется. Акын. Акын такой. Дринь-динь-динь-динь. Однопалка три струда. Я хозяин все струда. Поэтому, вот как-то так. Рызать и самое надо. Контент. Праздничный. И праздничный контент. Ну, работать сразу же нельзя. Будем цветы снимать. Людей же нельзя оставлять без внимания. Вон, какие у нас цветы красивые. Повылазили. Девушка Ника, как вы? Ага. Котов нету, прихрамываем. Понятно. А, вот про штангу я же уже сказал. Знаменитую. То говорят, у вас нету никакого целенаправленного контента. Да, ребята, у меня нету никакого целенаправленного контента. Вот видите, уже огородик под картошечку и вспахан. Можно, конечно, попрыгать в тайму лапсе, поставить вот сюда какой-нибудь штатив и бегать вот так. Как это любят. Но, честно говоря, нету никакого особого желания. О, трясогузочка наша. Постоянная подружка. Вон, веселая птичка. Так, так, так. Так что планерок мы не проводим. Снимаем по наитию. Ну, кому интересно, кому интересно, кому не интересно, вы уж извините. Мы же как бы не можем за всеми хотелками угнаться. Вот снимаем, как у нас дела обстоят. А у нас дела обстоят таким образом. Грядок досками мы не оббиваем. У нас тут столько земли, что досок никаких не хватит. В парниках тоже по-простому все, без изящества и излишек. Вот скоро будем сажать вот эту вот отличную картошечку. Нашу любимую, рассыпчатую, вкусную. Очень вкусную картошку. Винетта называется она. Вот она. Перелим. Растает. Потом сюда мы посадим какие-нибудь перцы с огурцами. Ну, как в прошлом году, допустим, было. Что-нибудь вот из этого ассортимента. Вот у нас тут, пожалуйста, ноу-хау. Я не знаю, что из этого получится, но вот так вот Толя посадила. По ноу-хау. Не знаю, есть ли смысл вообще колотить какие-то фундаменты. Мы как-то без них обходимся. Сегодня у нас выходной, ну, как бы праздничный день вербный. Поэтому никакой интенсивной работы не будет. Ну, вот парнички пооткрывали. Теплички. Как-то вот так мы хозяйствуем на свой страх и, можно сказать, риск. Исходя в основном из собственного опыта. Ну, и предпочтений, я бы сказал, как-то вот так мы работаем. Без лишнего пафоса. И так уже не первый год, друзья мои. Не первый год. Вот, запомните эту теплицу такой. Потом она будет другой. Вот вчера огородик уже с этой стороны посажен. Всякий горох, много чего. Поэтому курей пока сюда пускать нельзя. Но они дисциплинированные и не ходят. Сегодня наша техника отдыхает. Вот так она зацвела. Хорошее дерево. Правда, наличие большого количества цветков, конечно, не обязательно говорит о том, что урожай будет хорошее. Будем надеяться. Ой, даже вот эта вот когда-то чеканутая нами сухая. Вот так вот она. Пошла вот тяга к жизни. Может, даже тут будет что-нибудь типа вишенок. Забавно. Тя-я-я-я. Так-так-так. Да и по поводу этого пустого контента. Знаете, ребята, пустого контента в деревне не бывает. Надо прислушиваться к разным мнениям. Иногда, чем смотреть на бесполезно бегающего чувака, сжигающего мусор, лучше послушать опытного, который скажет что-нибудь полезное. О, видите, как красиво он тут. Красивее и красивее. Вот, допустим, прополезное, да? Вот такая лента у меня лежала. Кажется, лежит и лежит. А вы знаете, что тут стоит присоединить батареечку на 12 вольт? И вся эта лента засияет огнями. То есть, она легко подойдет для того, чтобы сделать, например, освещение в машине. Сейчас покажу. Вот такое вот. Это 12 вольт, между прочим. Тиририририм. И сделать какой-то универсальный светильник, который подходит, допустим, и сюда, к вашему дому. И на отдыхе, как вам идея, подсоединил к аккумулятору. И все, у тебя дешевая. А эта штука стоила 11 рублей, по-моему. Дешевый светильник. Сегодня нельзя убирать. Сегодня праздник. Водки. Стой ночью. Стой ночью. И все. Переезжая, надо сразу изоблачить это дело. Шутка, шутка. А то я знаю, что начнется сейчас в эфире. Ага. Короче, вот такая штука. Очень удобная. Вот такая же, как эта, потухшая уже. Но скажите, что это не полезно. А многие ж не знают, что достаточно вот эту штуку подсоединить к 90 вольтам, и все будет у вас работать. На природе даже. У меня, кстати, когда я строил этот, ну, ремонтировал этот дом, у нас не было электричества. И я вот таким методом через инвертор его освещал. Мне хватало аккумулятора на неделю. Потом у соседей подзаряжал. Полезно это или не полезно? И не надо никакого бензинового генератора вам. Ну, что вам еще полезно рассказать? Вот эта вот полезная штука куплена на базаре. А эта штука куплена в светофоре, которую я всячески, как бы, критикую. Вот эта штука, вот эта вот, она в два с половиной раза дешевле, чем вот эта. Работают они одинаково. Так что иногда и в светофоре можно найти приличную вещь. Думаю, вчерашний контент с аккумуляторами тоже был кому-то не безразличен. Может, он кому-то покажется ерундой. Вот ящик, который я собирался выкидывать. Надо, кстати, листья вычислить. Вот сегодня я сделал из своего прицепа такой рабочий столик. Ну, а чего? И занялся перекладыванием вкусняшек из всяких ящиков. И вот уже у меня появились колечки вот такие на мою траверсу. Насобирал кучу вот таких вот штучек всевозможных, о которых даже уже и забыл. И заодно нашел вот себе маску для ныряния и кучу всяких неожиданностей. Даже его нашел. Эпоксидный клей двухкомпонентный. Пригодится. А вы знаете, что у вас хранится в вашем сарайчике? Я думаю, что не все. Думаю, далеко не все знают, что в этих волшебных мешках у вас хранится. Банок сколько насобирал. Тут, если копнуть, залежи. Да, кстати, про такую лопату хотел рассказать. Случайно купленную. Как вам? Очень удобно копать узкие траншеи. Но вот сюда вот лучше наварить удлинители для ног. Потому что на эту вот пяточку наступать не очень удобно. Как вам такая лопата? Нравится? Тоже полезно. Что полезно и бесполезно. Я очень такое, я вам скажу, неопределенное явление. Где-то маити, чикчирики разлетелись. Вот, допустим, водоем обеспечил нас водой без задействования нашего замечательного колодца в этом году. Как-то мы вот вдруг додумали, что можно просто тупо поставить под крышу и иметь вот такой запас воды. Могу сразу сказать, не сразу додумал. Почему-то тянули мы этот бак туда. Ну, правда, если этот бак поставят в теплицу с водой, то он работает как буферная емкость. То есть при заморозке не даст замерзнуть вашей растительности. Так-то, вот, друзья мои. Так что не все бесполезно и бесполезно. Ну и вот, поставив таким образом прицеп, у меня получился отличный рабочий столик, с которого ничего никуда не выпадает. Вот еще придумать для этой красивой резинки какое-нибудь классное назначение. Выкинуть жалко. Это больно уж форма у нее такая оригинальная. Надо что-то придумать. Ну вот как-то так. То я же должен сообщить, что в некоторых бутылочках вот таких вот вода, например, не портится. Даже если положить ее в багажник автомобиля. Представляешь? Очень полезное сведение, кстати. Кто не в курсе. Особенно из нашего колодца, если она... Вот такие бутылочки. О! Люблю я, когда появляются вот эти желтенькие цветочки. Сразу как-то веселее становятся на земле. Скажи, Никуша, тебе тоже нравится это дело? Да. Ну что, будем доделывать эту штангу, хотя сегодня вроде как нельзя. Надеюсь еще найти кольца. Где-то я видел их в своем загашнике. Теперь на камеру скажите. Что? Ну ты сказала. Ой, блин! Ну ты вообще... Запуск холодильника. Скажи, ты хоть сказала. Ой, как хорошо. Чистенько. Чистенько, да. Запустился, видишь, бродяга. И полочки беленькие, и стеночки беленькие. Коленька покрасил. Я Коленька, да, я покрасил. А скажи, работает, да, бродяга? Пластунишка. Я, да. Я такой. Я люблю, чтобы меня похвалили. А когда меня не хвалят, я тогда и не делаю ничего. Мне даже денежек, ну, как бы, не надо. Ха-ха-ха-ха. Хорошее слово, оно и Кольке приятно. Многие люди не поняли это. Да. Так, ладно. Сниму наш холодильник. Замечательно. И скажу, что... Он один раз стоял тут до мороза, бедный, морозил. Потом понял, что это уже лишнее, и выключился. Да, и начал работать этим обогревателем. Так что, когда ниже 5 градусов, холодильник может просто выключиться. Сбежала. Непорядок. Хе-хе. Да, попробуй ты козу эту потом поймай. А я вот нашел такую штуку. Ти-ди-ди-дим. И пытаюсь ее... Вот год, год пролежала, да, эта вот фигня. Штукатурка. Это фигня. Вчера. Вчера. Что вчера? Вчера. Какой грунт, блин? Женщины не вникают вообще ни во что им это... Грунт. Какой грунт? Вот я ее теперь возвращаю к жизни таким вот нехитрым дедовским образом. резиновым молотком. Но не выкидывать же ее. Я посмотрел, она как бы вот за год она не схватилась, не слежалась. Потом расскажу, куда я ее применил. Ну, вроде рассыпается. Будем облагораживать, наверное, колодезную зону. Вот такой тайфун у нас. Прикольный. Много еще, я чувствую, будет открытий у меня в этом сарае. Коза светила. Ну вот, стихийное обедство. Коза сбежала. Ну что, вот что получилось в итоге из нашей этой штучки. Рассыпается. Дробится. Сегодня мы не будем, конечно, делать, нарушать праздничный режим. Ну, вполне себе удобоваримая смесь. Попробуем, как она будет работать. Телерим. По поводу хранения в сарае. Самый удобный способ, это вот такой. Ну, на мой взгляд, я же... Вот, все перед вами на уровне головы. Пинц, рубанок, электрический. И вот еще. А, и самое главное, пакеты, если используете, используйте прозрачные. Чтобы вам потом не надо было как-то мне вот в это залазить головой. Или сюда. И проверять, что ж я туда положил. Ну, вот как-то так. Скажете, это безхозяйственно. Надо стеллаж. Не, ребята. Стеллаж? Стеллаж я вам не дал. Нет, ребята. Стеллаж это... Это не то. Это для очень аккуратного хозяина, который все время будет раскладывать, складывать. Вот. А так, в принципе, стеллаж за пять лет мне он не понадобился. Но, опять же, это я так. Может, кто-то думает совсем иначе. Вот. Размышления у меня, у моего тандыра. Который вот, что случилось. Витебский кирпич. Очень дорогой. Строители не предупреждают. Вернее, эти продажцы не предупреждают, что он для закрытых помещений. И не годится под открытое небо. Ну, вот, наверное, какую-то реанимацию мы его будем придумывать. Наверное. Или разберем соревнования. Как-то не прижился у нас тандыр на двоих. Ну, завтра прикину, может, будет лечебный выпуск. Реанимация тандыра. Надо вот эти вот все дела тоже перевесить в прозрачные пакеты и упаковать. Да, лицемерно вздыхая, можно сказать, жалко, что сегодня нельзя работать. Ну вот. Чего? Все? Вот мы и поливаем. Все? Все? Все кричит. Все. Впереди. но лишь начал играться да, вчерашним умником хочу сказать для чего я снял про аккумулятор не потому что мне захотелось поумничать просто объяснил, что саморазряд старого аккумулятора приводит иногда к тому, что вы думаете а, у меня все выключено я приду, сяду в машину раз, тринь, поставлю и поеду но, блин, не всегда так получается преподай мне урок в ботанике вот смотри, желтенький желтенький, да, видишь, краешки опалила всем солнцем, наверное вот это идет все такое нежное, понимаешь ли да, все нежное а вот уличные, видишь, какие хорошенькие это уличные будешь? да, это уличные они скорослые это денты, это тоже денты тоже уличные денты это мишки, да? да, не скорослые а эндемики? а энденты, которые вы скорослые а энденты а вот смотришь, какие перчики у меня висят ух, люблю я перчики смотри он такой ладно, спи аккуратно высадить он тоже не повредить кормевую систему а то все подросту энденты мне бы самого запомнить эту фигню я ж умный вид должен делать у меня в этом году уличные будет несколько новых сортов и мне очень интересен будет для новых сиропов я не подписала для новых сиропов а, имеется ввиду сорт помидор да, сорт, да я вот их не подписала но я знаю, как они выглядят вот мне очень интересно посмотреть хорошо каждый новый сорт считала, что очень вкусные сладкие но у них такой цвет интересный они как болотные такие и с оранжевым таким это хорошо я люблю, чтобы внутри с оранжевым было а вот эти зелено-бурые, кстати, были очень вкусные как замечательно и в этом году у меня этот, который без штексмарша который я бы хотела выросить у меня он такой был плохой я думала, говно выброшу и вот один единственный куст и потом, как пошел в Россию такой хорошенький сейчас а я тебе помню, что всегда говорил не выбрасывай, если выросла но он был совсем не как куст я думала, что я его выброшу ой, а тут что у нас растет? да, лук а, это ж сегодняшний салат витамины, стало быть эндемики тоже обожгну листики ну, я думаю, они отойдут как дура это же у нас ходят потихоньку становится более таким зелененьким ну, как землю посажу вот это что такое, я спрашиваю объясняю тебе русским языком вчера резала ну, блин, Таня я только вчера резала положила их потом будете жаловаться, что инструмент хреновый я вчера резала кто это такое вообще делает ай, короче, кошмар дежурная канистра с теплой водичкой ну, вот как-то так это я пока не знаю ну, я грубо говоря я не хочу я хочу я хочу